Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 23 февраля 2023 года. Что хочу сказать, друзья. Сегодняшний день в Одессе прошел спокойно, к большому удивлению. Максимально неожиданно, потому что и Генеральное управление разведки, и другие источники информации предупреждали о том, что 23-24 числа будут российские ракетные удары по территории Украины, по всем городам, масштабные удары. Но, слава богу, сегодня и в нашем регионе, и в других регионах обстановка была спокойная, никаких масштабных ракетных ударов не было, не было ни пусков калибров, ни пусков ракет со стратегических бомбардировщиков. Обстановка, так сказать, максимально спокойная, и я бы даже сказал, очень-очень тихая, аж подозрительная прям тишина. Приближается все ближе и ближе день 24 февраля. Это годовщина войны, годовщина полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации. И буквально только что хотел это видео выпустить немножко пораньше, и, так сказать, залип в телеграм-каналах, значит, отмотал на начало, то есть 23 февраля 2022 года, и смотрел вот это все, ну, короче, все вот эти события. И вот это на протяжении часа листал, смотрел все видео, читал все эти посты. И знаете, своего рода как заново пережил все эти эмоции, просматривая все то, что происходило в нашей стране на момент вот этого самого утра 24 февраля. Это просто ужас, это ужас, и даже не верится, что мы прожили этот год. И просто мне казалось, когда это все началось, я просто не могу передать своих эмоций. Я уже, конечно, их немножечко подзабыл. Даже то, что я сейчас просмотрел, конечно, они не те эмоции я пережил, которые переживались в начале. Да, конечно, как бы что-то там, так сказать, ёкало, но, тем не менее, это совсем не те чувства, которые, я уверен, не только я, а каждый украинец переживал, начиная с 24 февраля и на протяжении долгого времени, пока мы к этому всему, так сказать, не привыкли. Что нас ждет этой ночью, что нас ждет завтра, неизвестно. Повторится ли подобное то, что было год назад, будет и Российская Федерация делать попытку очередного масштабного наступления. Многие заявляют о том, что не будет, и нечем им, и России нечем делать это наступление. Я не знаю, что думаете вы, пишите свое мнение в комментариях, будет ли что-то происходить этой ночью, утром ранним. Год назад они начали там рано утром, уже не 5 часов утра. Пишите свои мысли, свои догадки. Завтра будем видеть, кто оказался прав в этой ситуации, кто нет. Я даже не знаю, что сказать. Честно говоря, очень сильно тревожно. Очень сильно тревожно, и есть предположение о том, что что-то может происходить. Как минимум будет масштабная ракетная атака, как мне кажется, завтра, 24 февраля. Может быть, даже с какими-то провокациями, так сказать, и попытками наступления. Ну а там, кто знает, кто знает, как оно будет, я на всякий случай собрал тревожный чемоданчик. Советую всем то же самое сделать, для того, чтобы в случае чего, в случае каких-то там страшных событий, вы, так сказать, могли... Вы были мобильными, вот так вот. Зарядите телефон, телефоны, пауэрбанки, что у вас там есть. Подготовьтесь, так сказать, по максимуму, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть. Берегите себя, берегите своих близких. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Я всем желаю мирного неба. Я всем желаю мирной, спокойной ночи. Будем надеяться, что все пройдет... Ночь пройдет спокойно, и завтра утром все будет хорошо. До встречи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok